С приходом жаркого лета и началом кампании по уборке зерновых, сотрудники госавтоинспекции усилили контроль за сельскохозяйственными предприятиями и организациями агропромышленного комплекса. Проверяют своевременность прохождения техосмотра, комплектность техники узлами и агрегатами, влияющими на безопасную эксплуатацию на дорогах общего пользования. Также не оставляют без внимания физическое состояние водителей, проверяя количество промилле, а также обеспеченность аграриев спецодеждой со светоотражающими элементами. При проведении рейдовых мероприятий госавтоинспекция особое внимание уделяет физическому состоянию механизаторов и водителей, управляющих сельскохозяйственной техникой, а также недопустимости потери зерна, просыпания зерна и, конечно же, сохранения имущества в виде транспортных средств. С начала текущего года на территории Брестской области с участием сельскохозяйственной техники совершено уже четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека погибли и два получили травмы различной степени тяжести. Всему виной халатность и беспечность как водителей, так и пешеходов. Именно во избежание повторения подобных случаев в будущем сотрудники госавтоинспекции с профилактической акцией и посетили открытое акционерное общество «Чернавчицы». Сейчас проверим, как вы слушали лекцию. Слушали лекцию? Расскажите мне свыше 0,8 промилле. Сколько базовых по административной ответственности? Свыше 0,8? Да. 200 базовых и на 5 лет. Все правильно. Видите, усвоили урок? Уже в моем возрасте пора забывать. В нашем хозяйстве особое внимание длино охране труда и безопасности дорожного движения. То есть вся техника перед выездом на линию, проходит технический осмотр, проходят водители, механизаторы, освидетельствование аппаратом, алкон. Все работники обеспечены спецодеждой со световозвращающими элементами. Ну и в целом хозяйство полностью готово для работы. В присутствии сотрудников ГАИ все водители открытого акционерного общества «Чернавчицы» прошли освидетельствование, при котором нарушителей выявлено не было. Это говорит об ответственности, с которой комбайнеры и водители машин подходят к своему делу. Однако стоит напомнить, что нетрезвому водителю с показанием от 0,3 до 0,8 промилле оштрафуют на 100 базовых величин. Более 0,8 промилле наказывают штрафом от 200 базовых величин и пятью годами лишения права на управление. Александр Богданович, Андрей Щерб и Юрий Лемонтович, телекомпания БУК-ТВ.